Девушки отдыхают Юрочка, там вещи у двери, неси их в машину Мам! Танюша, давай присядем на дорожку Так Ну, наконец-то Поехали 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Наследственные изменения особи одной популяции могут быть Идут в различных направлениях и могут быть самыми разнообразными в одинаковых условиях среды. А это что за люди? Как вы здесь оказались, не двигаться? Любопытно. Серая крыса крупнее, лучше плавает, а главное агрессивнее которых складка черной одерживает верх, а быстрое смножение дроза дерябы в некоторых районах изумительно. Читал бы, читал бы еще, Танюш. Иди, Андреевна. Итак, рекомендуюсь, Сергей. Лучший друг и приятель Бориса, а теперь, надеюсь, и ваш друг. Да, здорово, вы нас разыграли. Правда, мам? Не говори. А Боря уже скоро приедет, я должен был заехать за ним, но позвонил пациент, я вынужден был умчаться раньше. Так уж получилось. Кстати, вот решил по дороге забросить. Это нам, мы здесь два дня, а это целая жизнь. А вот это, вот это, вот, не подглядывайте. А вот это вам, прошу. Ой, ну что вы. А что, нужно для этого сначала футсоль и съесть? Ха, кстати, как врач не рекомендую, белая смерть называется. А мне Боря вчера говорит, что они на даче, Лидия Андреевна и Таня, они приехали посыпать к отцу на биофаг. Так я думал, что там такая котка, дочь выдра, отличница. А здесь? Милая женщина, очаровательная дочь. Ага, как жаль, что я вынужден проститься. Но я вернусь, я очень скоро вернусь. Да, кстати, тут вместе с Борей приедет одна симпатичная особа, очень сердит, она будет ругать меня и вас всех вокруг. Я должен был до них дозвониться, но к ним дозвониться как в Смольной. Я умоляюсь, Лидия Андреевна, вы защитите меня. Никогда. Лидия Андреевна, умоляю, на вас вся надежда, взываю. Да идите вы. Да, про ящик не забудьте. Распорядитесь всем этим, посидим как люди за столом. Я ушел. Симпатичный шалопай. Ну ты посмотри, а. Такой молодой, и машина уже есть. Мам. Мам, ты что? Допоможите, будь ласка, инвалид, другая группа. Как мы мне вырвали свои пенсионные справы. Вот, зараз, ты выезжали пенсию до 49-х рабованцев, але... Мам, смотри, икра черная, икра красная. Боже мой. И-не-кен-ла-гер-д-э-р-ч. Это бир. Пив по-английски. Господи, я бы родился такого не видел. Написано в Азакии, что 77. Добрый день. Добрый день. А, вы по поводу... Именно. Обещали в 11-й ночь. Дело. У всех дела. И что, теперь не будем ставить? Будем. Отец, а что вы так смотрите? Или не нравится? Это к делу не относится. Тогда собачку уберите, а то мы с ней оба нервничали. Сюда место. Сейчас мы, быстренько. Не приходилось? О, властитель дум. Ваш любимый дедушка. Послушай, ты. Те. Слушайте. Вы приехали сюда работать или... Ну да, ну да. Не картинками любоваться. О, пардон. Это для других пациентов. Ошибочка вышла. Минуту. Удвинитель-то есть у вас? Нет. Ну, конечно. У него же пациенты. Они ему дороже всего на свете, а мы для него так ничто. И пускай нам в электричке отдавливают ноги, пускай на голову садятся и хватают за все места. А, к нему надо чихать. А тебе все ничего. Тебе плют глаза, ты все. Боже, роса. А, короче, тебе все до лампочки. Ну, послушай, но ведь он в конце концов не обязан был нас возить, понимаешь? Да? Обещать он был обязан? А? Ну, скажи мне. Обязан? Ой. Здравствуйте. О, здрасте, здрасте. Ну, что я тебе говорила, ты слышишь, м? Он здесь был. Здравствуйте. Боренька. Боренька. Здрасте. Вылитый папа. Здравствуйте. Здрасте. А, где? Кто где? Ну, он где? А, Сережа. Он к больному поехал, сейчас будет. Извините, пожалуйста. Что у нас есть? Познакомьтесь, это Танюша моя. Ого. Здрасте. Здрасте. Узнаешь дядю Борю? Ну, почему дядю? Просто Боря. А, теперь я понимаю, почему ты окрывалась сюда. А, это что, я знал ее совсем ребенком? Ну, теперь ж не детишки довольно-таки быстро. Боренька, ну а ты-то как? А скажи. А, ничего. Ну, ладно, не скромничай. Боренька у нас в полном порядке. Уже защитился. Да, да. Все есть преданные друзья и... Даже нет. А, да, познакомьтесь, это Света. Ой, как же я рада за вас. Поздравляю. Спасибо. От души поздравляю. Спасибо. Ну, а как папа, как мама? Ой, Лидия Андреевна, вы извините нас, ради бога. Мы немного устали, ведь Боря всю ночь работала. Конечно. Вы когда ехали в этой электричке, а мы сейчас быстро сходим на речку, а там уж вы наговорились. Хорошо. Пойдем, хорошо. Переоденимся. Да, пойдем, переоденимся. А, может быть, и Таня с нами? А, нет, Танечке-то ей заниматься надо. Она не пойдет. Это почему-то я не пойду. Я тоже устала. Я пойду с вами. Вот тут есть колесик одно. Его можно настроить так, что комара чувствовать будет. Вот ниже, ниже. А, вот-вот-вот. Да, но не рекомендую. В ветреную погоду кричать будет постоянно. Троньте машину. Сейчас тумблерочек отключаем. Представьте, что вы оставили ее в городе и отошли куда-то. Троньте-ка. Отключается здесь. Просто и гениально. Радиус действия один километр. Можно в сделке больше, но гаишники гоняют. Прошу. Ясно. Ясно. Не понял. А что здесь не понять? Вам что, о цене не говорили? О какой цене? Что-то час твоей работы полагается, да? Два часа. Вот и цена. А детали? Ворованные. Ну ты давай, давай, пока я милицию не вызвал. Ты мне цену дай. Я что, два часа зря горбатился? А патент у тебя есть? Налоги государству платишь? А какое твое дело? Эту систему кто тебе ставил? Я? Или государство? Ну покажи документы, мы сейчас с тобой разберемся. Покажи. Ты мне денег дай. На. А это? Или сдача? Какая сдача? А за стекло. Какое стекло? А вот это. Денег я с вас не возьму. Выпейте. За моё здоровье. Сволочь. Сволочь. Я тебя, я тебя... Что ты меня? Пусти! Соловки упрячешь. Куропаты. В лагерную пыль сотрёшь. Ничего ты мне не сделаешь. Ты... Козёл. Серёжа. Да, Лидия Андреевна. Ну как ваш больной? Какой больной? А-а-а... Больной. Тяжёлый случай. Ему же ничего не поможет. А! Да что вы! Именно. Медицина здесь бессильна. Фу, господи, до сих пор не могу отойти. Лидия Андреевна. А-а-а... А-а-а... А давайте что-нибудь споём, а? Серёжа, да я не пою. Так для себя. Иногда в компании. А вы спойте на меня, а? Чем не компания? Ну ладно. Хасбулат удалой, Бедно соклятвая, Золотою казно Я отсыплю тебя. Дамы коня, Дамкин, Жанна, Дамы вина, Топкус! Простите, ради Бога. Ну вот я вам говорил. Изумительно, Лидия Андреевна. У вас замечательное платье. Фирменное. Это в нашем отеле сшили. А где вы работаете? Зав. аптекой. А поступай, значит, приехали к нам. Мама и дочка на одном курсе. Ну вот вы шутите, Серёжа, а у нас ведь в городе никакого института нет. А Танечка моя школа с медалью закончила. Ну вот, учиться дальше хочет. Так, именно налимно-логический. Жизнь и ловля пресноводных рыб Стопанеев по стопам именитого родственника. Семейная традиция. Нет, Серёжа, Николай Георгиевич нам никакой не родственник. Просто мои родители, Аллочки, они дружили. А Николай Георгиевич приехал, а потом женился на Аллочке. А, да, 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 да. Он женился на Аллочке и вёз её. Это очень интересно. Ну как, встретились вы со своими друзьями? Так они же уехали. А когда в Карловары подлечиться, вы должны их простить, потому что путёвка Кашбат даже с ветилом выпадает нерегулярно. Господи, скоро же приедут. Вы так думаете? Не поняла. Я пошутил. Ну, странно, однако, вы шутите, Серёжа. Вообще, странный человек. Лидия Андреяна. А давайте с вами выпьем. Гуртурша. Нет, нет. Ну, одну рюмочку. Зазначил. Серёжа, когда все соберут, тогда... Лидия Андреяна, ну куда же вы? Мы всё пьём, а закусочек кто будет, а? А у нас в группе был Гордеев. Я его совсем не знаю. Ах, знаешь. Короче говоря, идём мы по площади Святого Матка. Вечерый, прелец. Вокруг прелестные столики под зонтиками. Девушка! Девушка, подайте мячик, пожалуйста. Я его всегда мне больше. Я гордуюсь, что в зонтике народные здесь мне уже позвольте меня посидят. У меня с собой есть бутылочка армянского коньячка. Мы все так и ахнули. Садимся мы на ступенечках. Достает он свой коньячок. А все сразу зырк по сторонам. Нет ли милиции? Танечка, а что это у тебя за знакомка? Можно посмотреть? Я жалая, как не нормально. Ну, короче говоря, Гордеев говорит. Танюшина, ну, кто же сейчас такой носит. Танечка. Ничего я не буду. Танечка. Так. С другой стороны. И вот так. Ну, а ты же совершенно другая дела, правда? Да я, Сережа, в этом ничего не понимаю. Прошу. Нет. Что, не курите? И никогда не курили? Да я за всю жизнь сигареты во рту не держала. Я так и думал. А Танечка? Моя дочь не курит и не будет курить. Еще нет. Ничего, поступит в институт, там это быстро. Не думаю. Я свою дочь знаю. Лидия Андреевна, вы только не смешите меня. Обычной девушке спросить меня о провинции нужен максимум год. Год жизни в столице для того, чтобы она начала курить, пить, конечно, не за поями и все остальное. Что остальное? Лидия Андреевна, голубушка, неужели вам нужно объяснять такие элементарные вещи? Выходит, провинциалкам нужен год, а столичным им сколько надо? Они это уже умеют. Они это еще в школе проходят. Это у вас в глубинке патриархальное представление. Однако, цивилизация... Только не надо все валить на цивилизацию. Много от человека зависит. Дорогая Лидия Андреевна, привычное представление рушится. Наследственное понятие о принципах размывается, а устоявшиеся границы между нравственным и безнравственным делаются делаются все более и более иллюзорными. иллюзорными. Саляви. А с такими понятиями, как у вас, дорожайшая Лидия Андреевна, вам здесь просто не выжить. А? Увы, не выжить. А что вы считаете, что вот это все и там можно купить на зарплату врача к астрономии? А вы что, не только врач? Лидия Андреевна. Или вы взятки берете? Голубушка, какие взятки у врача скорой помощи? Это только усветил, полусветил, в онкологов, там не знаю, гинекологов взятки. А я скромный врач скорой помощи. Еще вчера работал, считай, за спасибо. А у меня вольная мать. Одна пола стоит 10 рублей. С рук, конечно, это вы знаете. А зарплаты врача хватает на 15 инъекций. Маме, а еще жить на что-то нужно. Базар дорожает с каждым годом, и это вы знаете. О результате. Мечты, надежды, пламя на вещание себе, клятва Гиппократа. Все это в голубой юности. А потом? Потом на работу по знакомству. На хорошую работу по большому знакомству. А там, где можно искать, экспериментировать, это светит вообще сыновьям и дочерям. Я уж не говорю об аспирантуре. Это вообще элита. Кто сказал, что у нас страна равных возможностей? все свои, а я не свой. Я как пес. Я как пес с тонким чудьем и отличной выучкой, но беспородной. а дворняги не счет. Лидия Андреевна, а че это вы не пьете? Я что, должен один, как алкаш? Я беспороден. Это минус. Но хоть напьемся, это плюс. О, ес! Таня! Таня! Таня, мы уходим! Плыви к нам! С тобой скорей, Таня! Мы уже уходим! Плыви к нам! Плыви к нам! Танюшка, ну давай быстрее. Танечка, а где же твои заколки? Потеряла, наверное. Что, сразу обе? Обе. Куда? Закрыто, закрыто. Надоел ты мне, дед, надоел. Иди. Иди. Ничего не будет. Иди. Конечно, оправдать-то можно все, что угодно. А жить надо по совести. Да кто же вам сказал, что еще оправдание? Вот мы, например, с мужем всегда много работали. Пока он был жив. Но работали честно. Жили на свою зарплату. В маленьком городе ведь все на виду. Да городишки. Ну пусть городишки. Но мы гордились тем, что мы порядочные люди. Что нас уважают. И дочку так воспитывали. Но это все было там. А это же здесь. Можно несколько вопросов? Сколько вы получаете? Ну, теперь учитывая мой стаж 160, плюс премиальные. А-а-а. Премиальные. Что же вы сразу не сказали? Это же совершенно меняет дело. Ну и что? Хватает вам на жизнь? Учитывая племиальные. Вы знаете, мы живем скромнее. А вы знаете, я часто задумываюсь. Сколько бы больных я вылечил, если бы не занимался своими халтурами. Но вечером посчитывая выручку и успокаиваюсь. Жить надо по совести. А? По совести. По совести. Посмотрим. Где ты вот увидел? Ага. Так. Норковь. Рубль. Петрушка. 90 копеек. Сыр. 54. Вот это жизнь. Вот это все по вашим жизням. Прекратите. Понял. Понял. Некорректен. Перебрал. Опа. Оу. Спокойно. А мы, я вижу, пропустили захватывающее зрелище. Стань без женщины. Ну что? Уже надрался? А ты что, следователь? Ну, выпил с приятным собеседником рюмочку. О. Рюмочку. Сереженька, а мы ведь к людям сейчас идем. Ну да, твои люди все абстиненты. У-у-у. Все готово. Рюмочку. Прошу к столу. Ой, а мы уже обещали. Как? Понимаете, мы здесь недалеко с забором. У нас там такой семейный праздник. Лидия Андреевна, да вы успеете еще, она говорится. Понимаете, правда. Вы правда успеете. Мы ведь не надолго отжали, знаете. Как-то неудобно. Мы же с вами еще поговорим. Мы же к вам придем еще. Пойдем, Горенька, пойдем. Лидия Андреевна, а давайте еще по рюмашечке. За полемический задор. Вот вы говорите, жить нужно по совести. А сами-то вы как живете? Поступать-то вы приехали не куда-нибудь, а сюда к Бориному папе. А Борин папа милейший человек. Проректор по науке. Почти родственник. Да о таком режиме наибольшее благоприятство надо только мечтать. Я вас очень, очень прошу. Потише, пожалуйста. Правда, родственник не помнит, как вы выглядите. О, долго и мучительно вспоминал, кто вы такая вообще. Но отказать. Это... Это вам Боря сказал? Хорошо. Мы сейчас уедем. Я сейчас соберу вещи, и мы уедем. Кто? Вы? Да никогда в жизни. А как же ваша доченька? Ваш цветочек? Она же завянет без пресноводного образования. А здесь и замуж берут. Ах, Таня. Таня. Танечка. Ах, господи. Куда же вы? Ах, Таня, Танечка. С ней случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской проходит питание приставлено к борщам. Ух! Ух! На Танечку внимание никто не обращал. Слушайте, а вы можете... Слушайте, а ты хотел бы всю жизнь фрезеровать канавки. Какие канавки? На поршнях, например. Такая молодая, красивая. А вокруг ухают пресеки, сверлушки. Повизгивают. А ты в промасленной спецовочке в защитных очочках, револьверщице. Кшшш. Третьего разряда гегемон. Ой, нет, дождите, давайте лучше другое. Вот это вот. Не сыпь мне соль на раны, на раны, на раны. Танюшенька, не говори, не сыпь. Что, мама? Таня, иди сюда. Мама, я уже все выучила и повторила. Танюшенька, просто мама хотела пригласить на ужин. Посидеть с нами по-семейному. У каменька. Таня, сядь за книги. Вам трудно понять. У вас, наверное, нет детей. А у меня единственная дочь. Я растила ее одна. Без мужа. А какая мать не захочет? А какая мать не хочет, чтобы ребенок был счастлив? Маме плохо с сердцем. не суетись. Воды. Ну что? Ну что? Ничего страшного. Минут через десять вредол подействует. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем. Ну что мы идем? Или ты уже не в состоянии передвигаться? Ничем ты говоришь? То, что доктор прописал. Давай, давай, давай. Светонька, а может быть мы этих возьмем, а? Слушай, да Лидия Андреевна будет просто счастлива хоть на минуту избавиться от этого типа. Ты вообще, посмотри, в каком он виде. Мужи! Мерзавец. Ну чего ты, ввели руку, а? Мерзавец. Ну, наконец-то, вот, мальчики. Я надеюсь, вы же так же заскучали. Пойдем. 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 Что ты ко мне привязался. Мам, ну ты как? Пойдем. 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 Продолжение следует... 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 в пруде, я теперь в небесах никогда не найду. В то село, где прошли молодые года, в старый дом, где я первые песни слагал, где счастья, радости в юности ждал, я теперь не вернусь никогда, никогда. Здравствуй, сынок. Привет, батя, привет. Что, не признал? Признал. Слушай, батя, иди отсюда. У меня сейчас депрессия. Присутствие людей здесь на меня крайне. Так что иди себе, иди. Да неужто не признал? Да что я признал, не признал, что я сын твой, я уклоняюсь от элементов. А отец у тебя есть? Есть у меня отец. А ты что, интересуешься жизнью замечательных людей? Так ты адресок оставь, я вышлю. Так нет у меня адреса. Сыночек мой дорогой выгнал из дому. Так что... Караул. Слушай, отец, быстренько отсюда, сваливай, катись, катись. А вот и хозяйка твоя. Ты скажи ему, чтобы он меня взял. Я ведь сторож ему... Идем прогуляемся, и цветочки. Я тебе денег дам. Сыночек, куда, куда, куда я ты взял? Ну, Боря, ну, подождите. Я пошел вон. Что-то хозяйка его, а не скажем, моя. Мы знакомы. Ну, давай. Дед выпил ноги, ему надо отдохнуть. Ну, давай, дед, давай. Подожди, Серёжа, подожди. Ну, Боря. Подожди, Серёжа, подожди. А когда это вы с хозяйкой познакомились? Так они зимой еще. Значит, в марте вернее. Снег еще лежал. А я его убрал. Ой, как интересно. О, давай, дед, идите. Это провокатор. Гапон, дед, пошел вон. Не надо еще объяснять. Подожди, 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 не надо. Это я не верю. Это когда Юлисе был, да? Ключики взял. Поживу побуду. Очень интересно. Боря. Боря, ты что, с ума сошел? Ну, заехали мы на часок чаю попить. Тебя, кстати, вспоминали. Это трогательно. А что, может, дороже памяти? Даже в тот день вспоминали обо мне. Могу себе представить. Это приятно. Ну, я пойду, пожалуй. Так получилось. Да иди ты где-то, ради бога. А сейчас все вместе и пойдете. Слушай, старик, не переживай. В жизни так бывает. Сюжет не нов. Танечка, будь любезна, шарфик. Благодарю. Милая дама, позвольте откланяться. Срочный вызов. Боря, подожди. Я ведь так тебя просила, чтобы ты не ездил туда. Что из того, что она когда-то была твоей женой, ну что? Ты же знаешь, я не мог не помочь ей. Как же ты не понимаешь? Ведь я же оставалась совсем одна. А тебе что, и оставить нельзя? Не тогда. Только не тогда. Мне было очень плохо. Правда. А потом стало хорошо. Еще хуже. Но ведь тогда мы только начинали, и между нами ничего не было. Ничего, что было потом. Все у нас было. Я не то имею в виду. А то, что мы... Как бы... Почувствовали друг друга. И бросились друг другу навстречу. Ведь полюбила-то я тебя уже потом. А когда ты сказала, что едешь к ней... Господи, Боренька, я ведь так просила тебя. Собирайся тебе по рам. Собирайся. Спасибо. Открыш che наградный. Да. Так. Продолжение следует... 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 Таня, не спишь? Что-то мне страшно за тебя. Как ты тут одна в этом большом городе. Мам, ты же хотела сюда переехать. Эх, если бы это от меня зависело. Дом наш старый, кто его купит. А тут прописка нужна. А так хорошо все придумали. Ты знаешь, Таня, я для себя здесь многое поняла. Да, собственно, что я видел-то в этой жизни? Работу, дом, общественную работу. Работу, работу, работу. Устаешь иногда так, что просто свет не мил. Но мне так хотелось, чтобы мы жили с тобой как-то не хуже других, что ли. Чтобы ты ни в чем не нуждалась. А для этого надо было работать, как ломовая лошадь. И на это ушли годы. Ты знаешь, единственное, что меня всегда утешало, я думала, ну вот Танюше будет хорошо. И вот интересно ведь, мой дед воевал в гражданскую войну и тоже думал, ну вот моим детям будет хорошо. А мой отец работал всю жизнь на двух работах для того, чтобы дать нам высшее образование. Он и сейчас у меня перед глазами. С ложкой засыпает над тарелкой супа от усталости. И тоже всегда говорил, ну пусть хоть доченьке вам будет хорошо. Ты знаешь, Танюша устала. Если так подумать, то ведь это же не жизнь, это просто выживание. И на это уходят лучшие годы. Вот наш папа, что он оставил после себя, кроме того, что был хорошим человеком? Ну зачем ты так, мама? Скажи, тебе нравится Боря? Какой Боря? Наш. Ничего. Танечка, это просто редкий молодой человек. Умный, чистый, образованный. Это же не то, что этот шалопай Сергей. Ты знаешь, к чему я это? Послушай меня, как мать. Ну, может, ты бы прониклась к нему уважением, что ли. Мы бы могли ведь совершенно переменить нашу жизнь, Таня. Ведь страшно подумать, что и твоя судьба, не дай бог, будет похожа на мою. Мама. Тем более, он сейчас в таком состоянии. Но ведь я же не люблю его. А ты думаешь, что к тебе в жизни придет неземная любовь? Эх, девочка моя, девочка. Не знаю. Что-то я прожила жизнь и думаю, что она сложнее. И человеческие взаимоотношения это труд, и семья. Я понимаю, доченька, мало знакомый человек. Мало. Ну и пусть незнакомый. Пусть. Ну и что? Я же видела, как он на тебя смотрел. Подумай, какая может быть жизнь впереди. Если бы рядом с тобой. был такой человек, как Боря, я бы за тебя была спокойна. Ну, конечно, это тебе решать, это твое дело. Но послушай меня. Ему сейчас, конечно, очень тяжело, его надо как-то поддержать. Но в конце концов, решать тебе. Ты же у меня умница. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Дальний слышится гудок 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 Дальний слышится гудок